но спасибо корейцам за то что они нас кое-чему учат культура питания у нас имела бы такой лозунг чего пожрать культура питания на востоке имеет другой лозунг как освободиться от всего в животе и побыть как можно дольше мы думаем и все вокруг средства массовой информации точно вокруг того что покушать что с чем сочетать какое время суток кушать сколько кушать и вообще там плохие продукты хорошие продукты и так далее для органов живота продукты и чего покушать не являются вообще предметом здоровья чтобы мы не кушали для них это работа поэтому когда мы говорим ведем речь о здоровье органах живота то первый один из первых пунктов самых важных и несколько будет пункт опорожнений как во время опорожнить например из этого уже меняется весь взгляд на животное то о чем вообще не знают люди о том что всем органам в животе нужен кровоток например язва в желудке не бывает на фоне хорошего кровотока хронический колит не развивается на фоне хорошего кровотока панкреатит в железе пожилочное не бывает с плохим с хорошим кровоток иначе говоря только восстановив кровообращение мы уже можем добиться ряда ряда решения проблем нервы в органах живота определяют то как синхронизируются например те же самые органы как органы сокращаются как расслабляются мышцы как происходит процесс того же самого соковыделения еще один очень важный фактор иммунитет в животе вообще как бы ну с двух сторон можно на него посмотреть в органах живота иммунитет растрачивается и живот должен быть здоровым для того чтобы иммунитет в принципе был здоровым с другой стороны самим органам живота нужен хороший иммунитет чтобы болезни не заводили с них и в конце концов то же о чем мало говорят это о мышцах о которых почти ничего не знают кроме того что мышцы бывают с коликой хватает в животе и болит но в работе мышцы есть три проблемы как минимум это спазм мышц которые надо убрать не своевременный расслабление мышц не своевременное и не координированная деятельность мышц например изжога является сугубо мышечной проблемой не координированная работа мышц желудка приводит к изжоге а по мнению как бы общему такому обывательскому то изжога это плохая работа печени ну как бы есть небольшая связь но самое главное только как работает желудок и начнем по очереди смотрите берем нервы живота например улучшает кровообращение прогревание улучшает кровообращение прижигание улучшает кровообращение в органах живота тем самым способствует их оздоровлению нервы органов живота оздоравливается благодаря теплу и благодаря массажу но вы в соответствующих сегментах позвоночника массаж с прижиганием соответствующего сегмента позвоночника. Иммунитет оздоравливается благодаря тому, что мы глубоко прогреваем сам позвоночник и делаем массаж и прижигание для органов живота, своевременно опорожняя эти органы живота. То же самое будет касаться и опорожнение массаж и прижигание. Соковыделение улучшается благодаря теплу и координация работы мышц выглядит следующим образом. Тепло расслабляет спазмированные мышцы. Массаж и прижигание приводят в тонус те мышцы, которые расслабились. Вот такая интересная табличка получается. Один аппарат, маленький диодишайковый проектор, решает ряд-ряд-ряд важнейших проблем в здоровье органов живота. К примеру, возьму, как пример, хронический калит с дисбактериозом. При лечении хронического калит с дисбактериозом необходимо своевременно добиться опорожнения кишечника, улучшить иммунитет, убрать плохие бактерии, добавить хорошие, улучшить кровоток, чтобы стенка кишечника работала хорошо, улучшить соковыделение и убрать застой, запор. Вся система калит с дисбактериозом занимает не меньше 6 месяцев, с эффективностью не больше 30%, с затратами сумасшедшими. Один проектор решает все сразу, без отравления, то есть не ядовитым способом, удобным способом, сколько хочу, сколько я оздоравливаюсь. Как пример. Продолжение следует...